А вот продукты по низким ценам для жителей и гостей Гумбетовского района представили Минсельхоз Дагестана и администрация района. В селе Нижний Инхо прошла республиканская сельскохозяйственная ярмарка «Дары Гумбета». Торговые ряды и национальные подворья с традиционной кухней и изделиями народных промыслов мог посетить любой желающий. На площадках ярмарки побывала и наш корреспондент Лариана Шамхалаева. Танцами, песнями и костюмированными выступлениями встретили гостей в Нижнем Инхо. Главная задумка организаторов это не просто продемонстрировать особенности национального быта, а помочь аграриям Гумбета в реализации продуктов питания. По словам главы села Хаджимурата Магомедова, сельчане честным и нелегким трудом в условиях сурового климата возделывают землю, выращивают скот и тем самым пополняют продуктовую корзину россиян экопродукцией. Горцы давно взяли курс на импортозамещение. Наша задача, чтобы для тех людей, которые продукцию делают, чтобы легко могли реализовывать, не надо было никуда выезжать. Ярмарка будет уже традиционная по сезонам. Овощи, сухофрукты, орехи, мед, сыр. Все можно было попробовать, выбрать и купить по цене значительно ниже рыночной. На сельскохозяйственной ярмарке гостей обязательно кормят. Голодным не останется никто. Вот здесь готовят интересное национальное блюдо. Расскажите, что это за блюдо? Это блюдо по-нашему называется мух, но по-русскому оно будет называться состав из злаков, суп из злаков. А мясо какое используется? Мясо мы сушеное. У нас в горах суши мясо, добавляем разные злаки. Например, тут курица, кукуруза, это наша горная кукуруза. Еще фасоль из наших высоких гор. Действительно, какой же суп, плов или хинкал без мяса? А ведь в горах скот растет гораздо лучше, а питается чище, отмечают в Министерстве сельского хозяйства. Во всероссийском конкурсе «Вкусы России» дагестанская баранина заняла первое место. И мы пришли увидеть тех, кто создает вот эту самую славу дагестанской агропродукцией. Выигрывает тот, кто покупает качественную продукцию из рук производителя. Проведение сельхозярмарок в горах важно не только для реализации местной продукции, но и для сохранения национальной культуры и ремесла. В подворьях ярмарки можно было увидеть процесс изготовления предметов быта, в том числе болхарских кувшинов, ботляхских бурок, гацетлинского серебра и онцикульских изделий из дерева. Мы уже берем мельхиор, раньше, конечно, наши деды забивали серебро, а сейчас забивается мельхиор. Вот череный воск, она как смазка действует, на глаз. Ставим пластинку мельхиору, режем и точный, малоточный удар. Вот, каждая полоска и каждый удар делаются ручной на глаз. Потом все полируется, красится натуральной бандой и морилкой. И вот в конце законченный вариант, вот так она будет выглядеть. О перерывах между покупками гости ярмарки, как завороженные, наблюдали за выступлением ансамбля «Пехлеван». Следующую такую ярмарку село, расположенное у берегов реки Андийская Койсу, планируют провести уже летом. Чтобы оправдать название «Страна солнца», так именуют Гумбетовский район в народе.